Тяжело идущие катки, суетящиеся вокруг Бобкэт и замершие на подъеме коммунального мосту асфальтоукладчик. Трудовыми выдались выходные у строителей, которые ведут ремонт улицы Пушкина. Сегодня это, пожалуй, самый напряженный участок дорожно-строительного фронта, прежде всего с точки зрения неудобств для автолюбителей Абакана. Они, конечно, привыкли к действующим схемам объезда ремонтного объекта, но хотелось бы как можно скорее вернуться к привычному маршруту. Подрядчика требуем, чтобы эта магистраль уже у нас была открыта, пока не на постоянной основе, начиная со среды или с четверга. Подрядчик в настоящее время уже на следующем отрезке у нас укладывает черный щебень. Совсем немного осталось работы на этом отрезке по установке бордюр. Требуется установка новых опор освещения, они у нас также являются троллейбусными. Это необходимое условие для того, чтобы запустить движение. Ну и на перекрестке с Юбилейной, конечно же, требуется установка светофора. Вот те задачи, которые нужно выполнить подрядчику для того, чтобы запустить движение. Стоит отметить, к слову, что подрядчик ведет реконструкцию Пушкина с опережением графика. Это важно, ведь следующий объект, к ремонту которого он должен приступить, это улица Перятинская. Там техника появится сразу после завершения основных работ на Пушкина. А это уже улица Кирова. Здесь муниципальный жилищный фонд реконструирует дорожное полотно с расширением проезжей части до четырех полос. С сегодняшнего дня, с 10 июля, строители получили разрешение перекрыть второй ремонтный отрезок в границах Вяткина Тараса Шевченко. Пушкина Тараса Шевченко Основание, в том числе дело ему из скальных пород. Но в любом случае, подрядчик у нас работает по плану. Отметим, что перекрестки Кирова-Святкина, Тараса Шевченко и Жукова не перекрываются, так что ограничение движения не должно значительно сказаться на автотрафике. Тем не менее, дорожники надеются выполнить работы как можно быстрее, не дожидаясь оговоренного срока – ноября 2023-го. Анзор Саванов, Алиса Онси, Новости.